Ну ты-то да, ты же зимой не приезжала, а ничего не нажимай дочь, чтобы мы тут не застряли. Ну да, теперь даже непонятно, на каком этаже мы приехали. Печаль. Привет, привет, мне дорогие. Так начинается наш лог, мы приехали. Мы приехали на стол. Все. Здесь так жарко, да? Чувствуешь? Мы не забирали наш стол. А? Мы не забирали наш стол. Нет. Куда еще стол? Стол не забирали, может чуть-чуть приоткрыть? По чуть-чуть. Такие окна грязные, мам, дорогая. Да, 10 этаж. Снова 10 этаж. Хочу, чтобы где-то не на 10, но... Магнит-косметик появился. Да? Магнит-косметик появился? Да, у нас магнит-косметик. Магнит-косметик. Без красный. А, они вот туда открылись, внизу. Ну все, классно. Ну вот морозилка, ага, которая вот получила. Ну, что-то нам искал какой-то там есть косяк на ней. Ну, Рома сказал, что сейчас приедет. Ну вот, вот какая-то дырка тут непонятная. Не знаю, как это может повлиять на его работу. Я же не знаю. Ну, вот такой. Ну, конечно, да, намного ниже и цвет не этот светлый сильно. Что это такое? Непонятное. Как будто как вдавленный, что ли. Вот, как-то странно смотрится. Ну, где-то у нас родственники. Вот они. Вот они пришли. Домой. Опа. Ты нас не видела. Привет, привет, собакин. Отпускай ее, Рома, пожалуйста. Пускай она побегает уже. Придет в себя. Все, вот она. Блин, за какой-то нож, чтобы она случайно не выпрыгнула, а то она может. Она еще не знает, что это 10 этаж, пока она тут придет в себя. Надюша, иди умывайся. А, сейчас там вода, наверное, отключена. Все, милый дом. Ох, как я соскучилась за тобой, называется. Да, скажи, скучилась. Ай-ай-ай-ка, собакин, собакин, радуется. Так, тут мое рабочее место. Ох, ох, а. Моя здесь холка. Ну, все, конечно, сейчас только нечего. Мы одежду не заносили, Надюш, еще. А, ну, одевайся, если остались. Так, одежду всю складываем грязную. Нет, ну, потомка, снимите. Одевай, одевай, то есть шапка. Что-то как в гостях. Все чужое. Непривычно. Ну, все, это наш дом. Наш это все. Чего-то тут чужого нет. Потолки, да, высокие потолки. У нас дома ниже. Здесь потолки. Такая комната. Один диван, все. Вот так вот. Ох, ох, бегунья. Ну, конечно. Я уже по дороге, пока ехали, интернет включила. Да. Я вот это тебе говорю. Идет как война. М-м-м, да, красиво очень. Слушай, а вот эта кровать, что ли, пришла? Вот эта тоненькая, вот эта вот. Это кровать? Это прикол. Это кровать. Господи, ты что? А ты коробок больше? Ну, я как-то думала побольше, но там дофига коробок. Нет, нет, нет. Вот это, ты сметалчий. Обалдеть. Это шутка. Точно, что шутка. Все, сейчас все включим. Будет нам счастье. Ох, не доводить, как говорили. Попить бы, да? Попить бы. Сейчас налью. Так, вещи давайте убирайте. Вы кому-то это понакидали. Убираем это все. Зашли, кинули. Ой. Все тут у нас. Все чистенько. Все, как уезжали. Все так оставили. Все чистенько. Все хорошо. Есть, конечно, что. Ой. Иди, смотри, мороженое открывай. Там Настя для вас мороженое приготовила. Она говорит, я для детей приготовила мороженое. Вон, видишь, целую упаковку. Видела? Обалдеть. И там еще внизу. Она говорит, детям гостиницы приготовила. Так что вам целая куча мороженки. А это она приготовила, чтобы мы в магазин сразу не бежали. Настяна же у нас умница. Зашла я еще в куртке с вами тут болтаю. Ну, многие пишут, что нравится больше влоги из Тюмени. Надеюсь, что здесь они у нас будут интереснее. Почему? Потому что... Я даже не знаю, почему. Я как-то в Тюмени себе даже лучше чувствую, чем... У меня уже не климатит на севере. Мне плохо. У меня давление. Это голова болит, смена погоды. Вот это вот все. И порой не до видео. Тут я постараюсь сделать для вас интересное видео. Продолжение нашего дня. Потому что, когда ты приезжаешь, ты не понимаешь, что это у тебя. Следующий день это или это старый день. Привет, привет, мои дорогие. У нас продолжение того же дня, но закончила вчера влог и пообещала, что покажу это продолжение. Мы сейчас приехали, я хоть немного перевела дух, посидели, мы даже чай не попили. И поехали, пошли сейчас разгружать машину. Значит, Настя приехала. Сейчас покажу эти эмоции встречи. Настя принчала себе. Привезешься сюда, она сама приедет. Она говорит, я тебя тоже люблю, мы с тобой так не виделись давно. Я же тоже твоя. Ами, ами. Меньше любви, пожалуйста. Меньше, меньше, меньше. Меньше, меньше, меньше эмоций, давайте. Эй, ай, ами. Это такой шум. Вы сейчас соседи порадовались нашим прозже. Да. Да сладость что ли? Он такой вообще высокий стал, да? Да. Ну-ка сейчас красоты, ами. Что-то вкусненькое есть? Нету. Что-то вкусненькое есть? Нет, проверила. Да, есть. зачем учите на пол уже выше подъехал так я надеюсь что он взял брелок для того чтобы сгружаться а ты был уже взял да а двери не взял и я не взяла ну ладно сейчас то позвоним домофон откроют ну да ой что кофта не это люди тоже в шортах маечки сейчас вам покажу сколько туда вместилось это на ковком то занесем то это там будет треш трешовый когда рядом с газельками ехал конкурентом все число они смотрели на меня как будто я их не везу кто-то вообще под завязку по самое них не балуй первый на шагову пускаем потихоньку потихонечку все заставляется просто я кого-то просто только снимаю да самое дорогое для вас то доска для учебы ну правильно что лишь бы не мешал ты помога не бери зачем так много берешь мы конечно очень сильно устали вот это натаскались натаскались этих кучу сумок и все и поставили конечно не пройти никуда все напихали но это будет следующий день но опять же у нас сейчас я даже не знаю когда будем разбирать эти коробки почему потому что вот это мы отдохнем и завтра может быть съездим посмотрим на авито на шкафы и матрас мы съездим тоже посмотрим для кровати привет привет мои дорогие рада вас приветствовать у нас мы вчера занесли же кучу этих вещей сегодня амида проснулась ни свет ни заря на пол четвертого нас всех разбудила а легли мы наверно в 11 только естественно никто не выспался и теперь это завал просто этих вещей их складывать некуда сейчас поедем надо шкафы смотреть и и этот матрас отменили мне доставку мы остались короче у нас есть кровать нет матраса так вот мы теперь живем так так идет смотрите как здесь красиво какие березы и начали распускаться красота какая какие невысокие ой еду восхищаюсь приехали мы с романом на рынок мы здесь то даром диван покупали на этом рынке и мы хотим сейчас здесь посмотреть вот так да посмотрим ну с вашей помощью так новой мебели вкусно пахнет новой мебели да вот здесь столы есть и кухни вон небольшие кухни если на вот глянуть смотри какие приятненькие приятненькие какие кухни ну да вот есть матрасы основание это кровать а матрас интересно где ценники у них на матрасе у них же какие-то спрайки а у них же какие-то исправители есть вот и пожестче как-то поприятнее такой слоев да побольше да весь совсем печаль а вот они ценники смотри 15000 над 700 такой хочу это же пружину но они все на позже на холон только здесь он стопа жестче подожди до 160 ну вот надо узнать можно у них купить если в наличии какой-то а вон еще какой-то смотри из матрас а здесь видишь уже этот положено да да нам раз расскажите у вас есть готовые матрасы едем уже назад домой проехали мы же вот это зашли посмотреть матрас мы долго выбирали но когда большой выбор дать тяжелее выбрать там например если было бы два-три а когда и тот и тот вроде там интересный и мы выбрали матрас у которого независимые пружины в каждом водяном стакане и с одной стороны кокосовая он такой средней жесткости я не сказал бы что он жесткий и а с другой стороны как это называется он сказал это какой на L как то нет не на L латекс да латекс точно на L а с другой стороны латекс он прям мягенький такой и нам такую вещь рассказали которую тоже я не знала что матрас надо мы не переворачивали его с другой стороны срой на другой а он говорит надо еще не просто переворачивать а еще менять голова-ноги голова-ноги чтобы равномерное было вот это вот воздействие на него вот так что имейте ввиду он говорит если неправильно эксплуатирует то тогда он меньше служит износы износ приходит быстрее и мы сегодня такие счастливые я говорю когда сможете достать он говорит сегодня я вот это супер у нас неужели мы сегодня перейдем в свою комнату потому что Артем спал на кухне раскладывал себе большой вот этот диван а мы спали в его комнате на его диване потому что у нас спать негде и сегодня тогда привезут матрас Рома соберет кровать и у нас мы перейдем в свою комнату и это так меня вдохновляет такой лайф это вот об этом думаю классненько мы сейчас уже позвонили сказали что через полчаса привезут матрас я бы отлично но я ему сказала он спрашивает а где его в акватории он даже не знает где это сегодня такое было что-то пасмурное небо какими полосками да интересными идет вот в камерах почему-то их не так видно как я и глазами вижу не все да не все так насыщенно как порой хочется показать я иду домой и вижу тут машины стоят какие-то аварийные у нас когда вот эта канализация была сломана не было воды несколько дней вот такие аварийки тоже там стояли короче какой-то плохой знак ехали уже матрас наш сегодня переделала вкусненькая и как ее на крошечку очень вкусно получилось у меня дома такой хаос все коробки все это я вчера немного по раз кивала но сил у меня особо не было и у меня пока я даже не представляю раскладывать некуда я думаю может быть взять из коробок какой-то сделать организацию либо надо что-то думать со шкафом в общем пока это такое в подвешенном состоянии как это все лучше сделать и беру прям хаос хаосом не люблю когда так тут у меня какое дерево красивое правда мне так понравилось я хочу потом сюда большое дерево красивенько было и сейчас вам покажу продукты которые купили дианочка помогает раскладывать продукты что купили муку добродей мне очень нравится девочки это мука сахар дальше листья винограда долма планирую сделать тут такое вот молоко отборная нашла для меня это такое открытие оно с коротким сроком в годности в пять дней ну по всей видимости должно быть вкусно и полезно и еще там же у них купила творожок такой классный так тут у меня свинина грудка грудка и он ноготь подрезал тебя цепляет за все не ножницы сейчас же не знаю где нигде чё вообще просто безумие грудинка это многие эти курей для собак бульон для суповой говяжий набор борщ мне нравится на костях когда делаешь борщ на говяжьих костях вкусненько получается вкуснее чем просто на курице но я добавляю курицу мясо было и добавляю кости потом кости убираю клубника замороженная вишня без косточки мы с ромой нашли магазин белорусский продукции из белоруссии и там приобрели вот эту вот брензу масло попробовать вот такое хотя рома сегодня ходил он купил тоже молоко масло но и масло лишнее не бывает сливочное ну по крайней мере в нашей семье поэтому вот взяли так вечно сказала это шашлык хочу в духовке его запечь салфеточки это детишкам этот сладости с орехами чурчхела дальше скотч это мы в хозяйственный магазин заходили ну ладно сейчас сюда еще дойдем давайте с продуктами закончим ну понятно здесь овощи хлеб не знаю вкусный и вкусный взяли тут еще кексик взяли ну такую пекарню тоже заходили на рынке у них их товар продается сейчас понюхала так вкусно такой ароматный кексик очень-очень приятно пахнет рома тут прет картошку хорошенько красивая такая так что еще тут у нас шпик это тоже вот этот шпик взяли в этом белорусских продуктах какое оно вкусное как вот аж как масло мягенькое люблю такое сало очень мне понравилось мне дали попробовать в магазине и я вышла потом еще долго вспоминала вкус думаю приедем домой попробую так оно мне понравилось и девочки рыба наша любимая терпух мне очень нравится какая она вкусная в духовке и по 270 рублей я умолю по 400 лежит терпух красивая вкуснейшая рыба почему такая недооцененная я не понимаю ну и хорошо нам же лучше ладно дохода дошли мы до хозяйственных товаров это салфетки скотч посмотреть как много данному то я покупаю авто шампунь я мою с ним полы очень хорошо отмывает то есть я колпачок на ведро добавляю но смотря какой тоже бывает что прям хорошо пенится на бывает нет ну такой еще не брала посмотрим как он будет следующая это пакеты рулоном я покупала вот знаете есть профессиональные магазинчики они есть в каждом городе и там в основном предпринимателя покупают я покупаю там бумагу для выпекания которая с силиконом вот она классная вот эта бумага когда в обычных магазинах покупаешь вообще ерунда ерундой на 50 метров также фольга я брала эту чтобы она толстенько было по моему 11 по толщине она и пищевая пленка ну сами понимаете это все надо я если мы говорим о том что мы живем потому что все стояла анюте такое вот вы знаете еще вот это вести то там вообще не поместится не знаю каких надо контейнеры заказывать пакеты для мусора получился пакет такой большой с ручками по 4 рубля 16 копеек и мне очень понравилась такая идея это салфеточки антибактериальные влажные освежающие у них там на витрине было что она антибактериальная а здесь написано что она так освежает влажная салфетка но вот детям знаете положить пакетик каждому в кармашек и все они поставили салфеточка где-то что-то руки вытерли это что-то как-то очень удобно небо раз такая идея попробуй поэкспериментировать в нашей семье ну вот вроде да так вот вроде смотришь вот стол не буду говорить сумму потому что здесь очень все 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 дорого вышло поэтому даже не хочу вас расстраивать или себя не знаю больше но мы сейчас пришел с валдереса и заказали мы вот такую вот куклу это же не купол никого нет и вот такую куколку заказали чтобы было вроде ничего такая хорошенькая до а подарок это тоже положили красиво тут постельное белье пандора с этим это спасибо за покупку до подарочек такой приятно так сейчас будем раскладывать давай это молоко в первую очередь диану берем давай давай найдешь помоги пожалуйста убрать молоко потому что она у нас чтобы не пропало у него короткий срок годности и а мы же пленку еще вот это купили здесь вот это вот стол это же садовый стол и в него вот он и такой весь шаршавенький ребристым тяжело мыть вот на него пленку такую взяли они мы конечно намного тоньше чем у нас дома пока так будет потом закажу потому что я прошлый раз я с это субе заказывала вот картошку рома тоже занес потихоньку потихоньку и это морозилку в морозилку тут у них мороженое же она и показывал ты насти их угостила так и тут у нас тоже не показала что у нас тут имбирь мороз это нас дороги до остался яйца мы еще покупали сметану вот это сегодня днем взяли тут и вот это молоко но вот на вы час вот это в первую очередь вот это молоко выпить так давайте мы вот это молоко вот это молоко так наверное вот так смотри сложно вот сюда лучше диан у нас еще холодильник видели с этим так часто это открыто в дверь туда поставим что было понятно что она открыта и вот это молоко лучше вот так вот тогда будет понятно что его в последнюю очередь надо взять вот это так вот лучше сделаем на будет попробовать интересным еще то мы едем я голову нашла молоко в которой с коротким сроком яйца же мы еще тут у нас а колбасу сегодня рома пошел для этой как его братья для крошки дороговато хотя он по акции вроде как брал какого-то мне кажется получилось и две вот я в окружку покрошила по 400 грамм одну оставила так они любители меня знаешь что давай как сделаем надюша половина артем попроси половину что он отрезал морозилку положить а половина холодильник попробовать так рыбу нет рыбу надо в холодильник положить мы а давай знаешь белый возьмем там вот убил большую емкость два лучшие тут другого потекет мне как-то вообще не хочется после рыбы мыть холодильник вот большая белая аккуратненько только вытаскивай кого на душе сок до огонь полный липкий это еще морозилка тут все только хаос вообще хаос хаосом так что тут у нас еще тут помидоры огурцы огурцы и сегодня я еще ну такие три подложки я порезала в окрошку и бананы тут у нас что тут у нас этот бекон и розмаринчик вот так вот так да давай вот так вот сделаем и это будет нам гуд вот так вот будет гуд так точно ничего не произойдет так он уже ругается холодильник как-то сюда а это вот сюда и теперь у нас рыбка точно не почитают так хочу это морозилка окрошку ты больше крошку или я закрою беру в холодильник ты будешь да я думаю знаешь что сосала половина в холодильник да или все по морозилку пока по убрать это просто микрос какой вкуснее будет с морозилки или с холодильника нет нет это в духовке буду готовить давай его в холодильнику берем на дешево в это не надо давай вот возьмем этот корзинку и туда положим только дырочку обязательно сделаешь в морковка дышала дырочку сделай вот все чудесненько будет нет это не говяжий язык это грудка тоже ставь туда на деша лук точно так же морковки и дырочку не забудь сделать мило молодец что поняла так давай творог вкусненький должен быть заказала себе эти кроксы они небольшие артем достались счастливчик барин я получается заказала их со скидкой я заказала они были прям вообще с классной скидкой за 1700 это семьдесят один семьдесят пять сейчас в общем а я зашла думаю так наверное от них откажусь нашли снасти получала откажусь от них давай померю мере они небольшие я такая думаю сейчас от них откажусь и закажу поменьше размер захожу они уже пять шестьсот пять семьсот и погнали думаю ну все плакала плакали мы эти но буду наловить бывает они выбрасывают скидочки на продавцы со скидкой хорошо взяться да но чем довольны мне удобно все удобно и счастливы и довольны так что еще хотела вам рассказать так много всего у меня тут много чего мне тут просто какой-то хаус хаусом я так понимаю это сейчас на ближайшие месяца этот хаус будет ну будем попробовать насколько будет это возможно на воду наливать ведро хорошо мы тряпку да их на обязательно в салфетницу положить с дома привезла это там это джем делать с пучки же ему гулеты делаю думаю что они там пропадут а так и детям сделать здесь и маховая и это кто-то как об это брусничная черемуха это вишни наверное да то лишнюю дерево потрясно смотрится он конечно там будет стоять но очень красиво мне нравится хоть как-то освежился рома он найдет время и повесит картины но у нас сейчас конечно со временем прям я вообще не знаю как это все успевать очень много планов очень много всего все хочется успеть на придумать где-то место этим этим может и хоть сюда сложить чтобы они здесь были или куда-то пониже может их не так часто пользоваться устал тоже бедный мой муж какой мне девчонки тут хаус если вы только знали у меня короче здесь все просто безумие безумие убить еще сил нет на это все и они еще достают что-то вот это ковыряют зачем спрашивается непонятно ну ведь еще кроме хаос так вот еще кусочек зелени девчонки пускай искусственный но кусочек зелени мне кажется смотрите как очень даже будет миленько как вы думаете согласитесь как то уже свяжилась маленечко он где-то еще один 2 они прям вдвоем четенько смотрятся в том же пакете и 1 на грядь давай мне кажется прямо не вдвоем рядышком будет очень даже неплохо смотреться хоть как-то зелень все таки вообще классно освежает какой-то интерьер и два таких вот горшочка очень даже неплохо смотрится но такое никакое такое общей и не помню еще видела нет чтоб надюша было полы найдешь ты хоть раз мыло полы швабры мы вода да нету не подумайте что руками нет она у нас не приучена царской крови да вот молодец умница лишь помогает маме это диван давай это в какой-то этот выберем один освободим и положим туда мне кажется но может сюда тут он всякий тоже пауз убивать сюда положить будет хорошо не на все это все я дойду до этого всего пока пока давай сюда положим они у меня точно будут знать что мне точно есть шарики он детей тут у меня краски нагрета мама сразу видно фломастеры фломастеры эти все есть да он выбирает покажутся заглянула давай-ка положим их пока не мере я буду значит они здесь а я щас как немножко разберемся разгребемся и уже потом будет более ясно что и как у нас делал хочу кепка то уже упала на унеси пожалуйста ее и она бы тоже нам или стирать найдешь это ванну отнеси пожалуйста когда не шампунь это полы мыть ну мало ли я уж скотч да ты тоже сюда и положи пускайте все размотки все здесь лежат все потом уберу придумал что-то как-то пока вообще голова не варит да как мне нравится как хорошо смотрится разговаривали с романом и же тут вот шкаф шкаф я вот это еще такое мутное создание сознание сознание как-то еще ты приехал вот эта смена вот это все смена обстановки смена климата смена вообще до места жительства и тут все по-другому ощущение такое пока еще это и мы что-то поехали мы поехали здесь шкаф посмотрели потом поехали вот это же магазин там где матрас смотрели там смотрели шкафы и я бы вам наверное нет на притормозиться надо все чтобы в голове устаканилось надо представить хоть мало-мальски как мы хотим какое так и что мы хотим сделать так и уже потом отсюда будет что-то понятно как у нас все это будет потому что на сегодняшний день покупать какие-то шкафы лишь бы купить все это стоит денег смысла зачем-то вроде подешевле потом это будет уже на долгие года это кажется такое временно у нас я не знаю как есть я смотрю некоторые до молодцы продадут на авито все не знаю наверно не очень хорошо получается все моя семья то нечто устала сегодня артема отправляла диму сходи в парикмахерскую на сходить колпости в порядок пока на на переклиматизацию немножко пройти а нам с тобой еще в больницу ехать поэтому тебе заболеть нельзя надежь бережем себя только приехали поэтому не надо сейчас все на купите саду сахар мука там картошка там это но такую семью и были такие серьезные затраты